всем привет ребята вы на youtube канале ван дама давненько я не выкладывал бои если быть точнее практически месяц но это было связано с тем что очень мало играл были свои проблемы в личной жизни в принципе все шимов сказать хоть против кзт армагеддон рейгенс в напальниках норик макс хочу вам сказать что на моем youtube канале не ждите уже таких громких боев там крутых побед ну типа крутые победы будут просто я хочу сказать тому что не будет такого что там побеждают 28 каких-то ибо не имба жирных перекачей с 10 героями возможно иногда такие видосы и будут но очень редко то есть может быть такое же буду выкладывать и против 25 рангов и против 24 если если это будет хороший бой там с режима 3322 то есть обычно если там вот что ты ранку это в любом какой-то перекач будет то есть не надо там писать что-то там показываешь бои против мелких рангов ну почему я буду выкладывать против таких ребята потому что я хоть и 27 ранг ну первых аккаунт не фуловый но снова 20 мурана там большая частью этого не прокачано и герои герои ребят 877 если кто хочет пишите в комментариях ван дам хочет хоть хотим увидеть обзор прокачки твоего аккаунта а тут будет нормальное количество комментарий что там хотим увидеть кач то я обязательно сниму обзор а если там два три комментария то я ничего снимать не буду тут еще напарники мои ресурсы отбирают уже начинаю психовать потому что играешь без прямо никого не видишь ничего не понимаешь вечно все бесит все лагает ну и потихонечку так вот играем а что еще хотел сказать что-то хотел сказать честно говоря что-то с головы вылетело да ладно ладно давайте смотреть сам поединок поймешь мой принципе неплохой получился более-менее нормальная зарубка тяжело даются победы я посмотрел статистику конечно в топе практически практически все сопротивленцы имеет винрейт 60 65 55 70 максимум то есть конечно есть такие одиночки которые имеют и на лет 80 86 такой 90 там иногда бывает таких ребят можно на одной руке посчитать там 35 человек не больше а такие как я 64 66 70 максимум это долго ты его не удержишь потому что очень много жирных конфидератов которых очень тяжело ну невозможно победить давайте называть называть вещи своими именами просто невозможно их побеждать невероятный кач и сила героя и сама импо фракция все мы знаем что такое конфидерация мы знаем прекрасно как ее очень тяжело побеждать но есть шансы именно в боях три на три есть шансы побеждать даже очень сильных игроков но если там допустим два обычных плюс минус твои твоего уровня прокачки один какой-то жир бас если у тебя будет хорошая команда по скелету их можно принципе победить все зависит от карты все зависит от карты если это морская карта там может быть шансов будет побольше ну почему побольше потому что в принципе аллигатор по универсальнее будет чем викинги ну и флот ну тоже от карты зависит на этом машина ских картах сопротивлением будет более более лучше играться ребята что делают чисто наземка я также сам иду наземку почему не делаем авиацию потому что она бесполезна на данный момент она бесполезна это трата ресурсов и лучше пробовать конечно как лохи чисто одной наземкой давить зато это может сработать вот молоты выносят вышку выносят некоторых юнитов но мы принципе заняли позицию мы уже активно производим его хам достраиваем еще один завод там циевские электростанции напарника разведали по морю это не понял возможно это было диверсия сарафима мы принципе ничего страшного быстренько быстренько улучшаемся тут появляется непонятная пехота мы перебили очередной спорные ящики появляется зеленый напарник начинать захватку начинать захватывать это дело вот видно что какая-то одиночная пехота появляется синий игрок стоит на центре карты с хорошим отрядом земсосчета уже как положено с цербер в туман вообще куда-то побежал от цербер ну хотя бы и убили и это уже хорошо кстати сарафиме летают сейчас попробуем его как-то перебить ну не удается это сделать к сожалению тут еще зевсы подключились ну и меня начинали давить неплохо так давит синие гроб вот пробовал за счет левиафана как-то отбиться ну в принципе вроде бы его отогнал тут напарник теряет крота к сожалению спорный ящик мы отдали ну также в напарнику уже есть лёвик извините так продолжаем продолжим запись боя немножко просто посторонние звуки были хотел это как-то дело уладить вроде бы собачка затихла так тут были какие-то непонятные викинги но мой напарник дал понять что викинга тут не прокатят все-таки аллигатор будет в обороне получше себя проявлять чем какие-то непонятные одиночные викинги куда они плыли честно говоря непонятно просто на слив чтобы их уничтожили и тут вот серафима начинают давить моего оппонента напарника торы уже полетели но видно что напарник неплохо ухренулся да и начинает перебивать уже базу противника а я тут сижу пока на базе потому что мне синий игрок очень хорошо зажал конечно позиция не из лучших но вот мой напарник желтые начинают меня в этом плане помогать хотя бы для того чтобы я хотя бы выехал с базы а зеленый поехал наглую на прорыв начинает выносить все эти вонючие заводы хорошо него это получается ну конечно он всю армию слил но прорыв принципе удался я с напарником начинаю прорываться на базу синего синий из-за того что хотел как-то помочь своему напарнику потерял позицию из-за этого пока он там отяжел на базу мы неплохо его покусали ну тут вот появляется зеленые зевсы зеленые зевсы конечно начинают также накидывать урона но мы потихонечку потихонечку как бы атаковали не скажу что прямо на все идеально получилось но противника тоже не все так сладко отступаем назад чтобы как-то восстановить свои потери побольше наделать новых танков ну а синий опять куда-то едет на прорыв постоянно хочет что-то там прорываться куда-то на самом-то деле прорываться ему некуда у него потери в него база по костному юнитов не так уж и много чтоб делать какие-то как это сказать атаки что-то делает напарники напарники делать чисто на земку принципе то что я раньше делали хотя вот зерон уже начинать потихонечку выходить в авиацию ну возможно количество хотя можно было попробовать и альбатросы ну хрен его знает альбатросы чисто для того чтобы завода выносить и на типа сделал пару залютов альбами да и потом часа наземка их передавливать типа такая вот затея может сработать но опять же заводы очень быстро восстанавливаются буквально 3-4 минуты и уже завод стоит новенький красивенький и уже производит юниту это не тиранги где-то можно что-то завод собрать какое-то большое преимущество это нет это не тиран и уже тут такое не работает желтый-желтый пошел в атаку немножко попал под торы понял что там явно очень много зерсов и куда-то там прорываться не вариант кстати тоже выехал с базы занял широкий фронт хорошую позицию 4 хамегона или 5 даже или 6 и сижу жду когда противник поедет на меня кстати вот полетели торы одиночные на уничтожение но это чисто разведка была а кстати да накрыли накрыли нас неплохо турами по моей технике ну идеального попадания не было так широкий фронт принципе не все так печально пошла пошла атака начинаем как-то пробиваться пробивать синего игрока ну вечно вот эти вот сорля серафиме залетают в туман и упрощают работу зевсом зеленый начинаю прорываться также поехал давить моего желтого напарника тут кстати мне зеленый помог неплохо так прорвался с правого фланга но это конечно было неплохо но это не идеально потому что сука вонючая собака и сейчас рот закрою галкоид ненавижу собак противные мешают видео записывать так и тут хорошие хорошую мощнейшую попаданию ливиафана по наземке за все счета очень хорошо попал кстати тут поехали полетели эти альбатросы начали выносить этих вонючих торов очень хорошо в этом плане они себя проявляют особенно когда вот надо именно пробивать именно надо выносить заводы таких моментах они себя очень хорошо показывают ну вот тут полетели торы типа аэродрома не успели достроиться но я думаю не успеет все-таки до строится надо вот успели эти торы все-таки вернуться хотя может быть и не вернуться если крут успеет это дело уничтожить а он а он а он а он а он успел уничтожил красавчик тор который блять какой тор крот крот который смог красавчик аж приятно на это дело смотреть сайте меня пробили практически ну как пробили я просто сижу как обычно на базе именно как обычно в этом бою на базе и так чтобы вообще я сижу на базе именно в этом бою потому что не получается никак еще карта такая неприятную с одним проходом не получается как-то пробиваться ну синий игрок красавчик молодец постоянно хотел как-то пробиться и шел в атаке сливался немножко но все равно я тоже сливался в этом плане синий игрок красавчик прям молодец мне понравилось его настойчивость его уверенность в себе и вот опять летят наши красавцы на уничтожение заводу ну только один завод уничтожили ну альбатрос это такое не за назвать просто красивая штука но неэффективная то есть эффективность очень маленькая так но тут этот пока противник отступал мы перебили ему тайфуна желтый также сам начинает свою атаку постоянно летают торы на уничтожение армии моих напарников и вот этот потихонечку потихонечку начинаем это все дело перебивать ну все-таки неплохо зеленый справа фланга начинает прорываться делать делать именно прорыв ну и желтый также сама моя пациента просто держу позицию чтобы противник каким-то чудом не прорвался атакует удар ядерки хорошее попадание мощнейшие бы даже сказал мы потихонечку потихонечку отступаем вот этот прыг удался в очередной раз уничтожаем аэродром и сторами но фиолетовый к сожалению выдать сдался и просто подвел своих напарников на мы добиваем остатки войск ну и баз противников а сейчас такая получилась зарубка с режима 3 на 3 а кто рад возвращение ван бама ставь обязательно лайк подписывайся комментируй будем надеяться что это не последний мой видос и идите ждите новых интересных заруб всем удачи всем пока а и и и и и и и и и